бизнес прет денег море и мне казалось что это будет всегда потом все сломалось в износе работа 24 на 7 классический путь предпринимателя из всего потенциала который рождается реализованы мы видим максимум 10 20 процентов кризис депрессии я стал искать людей которые тоже там больше никогда не оказываться в таком дне так появился акюм резкий рост пошел если ты поймешь это раньше у тебя больше шансов оставить яркий след для чего виру нужны предприниматели предприниматели нужны чтобы делать что-то из ничего все что в мире сделано кем-то сделаны предприниматели вся эволюция основана на предпринимателях я бы хотел чтобы больше людей вошли в мир больших денег и большой власти когда меня будут окружать люди вот такие 90-е мы не сидели на месте все что видели брали и делали вместе четкие чистые смелые честные фирма завод неожиданный подкат вложение три года убыток пока я все описал взрослые настойчиво продолжали говорить что надо учиться в школе потом университете потом быть инженером потом ждать прибавку к зарплате а мы уже тогда как-то понимали но интуитивно что ну фигня все это не путь он не приведет нас туда куда мы желаем и надо как-то быть по-другому то есть надо самому стать причиной не быть тем кто как будто катится по рельсам придуманным кем-то кто-то занимался обналичиванием то кто-то занимался там зубной пастой кто-то занимался кровлей крышном круг но у них у всех торчали из карманов деньги они когда приходили на дискотеку которую мы устраивали они когда покупали водку с соком они расплачивались вот так доставали котлету и вот так вот отсчитывали там и они нам рассказывали истории что вот есть такая область видимо человеческой деятельности предпринимательство называется мы или что за чудесное предпринимательство потому что информация об этом не было те условия в которых мы росли это как раз таки и было стимулом к моему развитию жили достаточно бедно я себе сказал что я хочу жить в достатке я хочу помогать родителям я хочу помогать людям и это вот был моим главным стимулом неосознанным стимулом то есть не было тогда такого понятия как цели то есть у меня были какие-то мечты которым я неосознанно шел не понимал первая моя профессия это я токарь пятого разряда и год я работал на заводе токаря вот и когда я посчитал что я на машину заработаю лет через десять в лучшем случае она квартиру вообще никогда с теми зарплатами я понял что надо как-то по-другому что-то делать и я уволился вопреки мнению родителей старших товарищей там бригадиров начальников цехов и прочь все меня отговаривали я остался сторожем на ночную стоянку зато там платили в три раза больше через несколько месяцев буквально мои товарищи предложили с ними совместно там поработать и так я сначала продавал овощи на рынке потом мы вместе стали продавать стиральные машинки потом мебель и так постепенно мы создали уже такую по настоящему компанию с партнерством и постепенно начали двигаться в сторону предпринимательства уже такого серьезного осознанного но с другой стороны денег было в стране меньше в банках денег было меньше окружение было совсем другое предприниматели воспринимали скорее обществом негативно чем позитивно да какие-то люди которые где-то что-то если денег заработал значит нечестно мама учителем работала папа чиновником был у нас и предпринимателей в роду не было 2005 году я устроился работать обычным торговым представителем возрасте где-то 25 лет я стал начальником отдела продаж мы делали хорошие результаты я понимал что у меня получается определенный момент с руководством стали у нас появляться разногласия разногласия какого рода мне 25 лет вам немного энергии мне хочется развития мне хочется достижения мне хочется новые контракты хочется развития а собственник по большому счету говорит не гони волну все у нас хорошо в определенный момент он сказал слушай если считает что нужно делать по-другому открывай свою компанию и делай как считаешь нужным фактически из этого все началось мы с моим другом и партнером ушли с этой компании и стали в 2012 году пробовать работать сами я думал я буду жить недолго я умру и мне надо оставить за собой хозяйство которое обеспечит семью детей сделает так чтобы они могли жить достойную жизнь качественную жизнь без меня потом я хотел чтобы самые лучшие идеи быстрее распространялись по миру есть очень много вещей в мире которые уже создают ценность но они не есть везде они в одном месте есть другом месте их нет сперва мы взяли марушины в каком-то магазине и поперлись на белорусский вокзал стали его перепродавать в три конца и так все успешно шло но потом нас выгнали с вокзалу сказать здесь наше место и прогнали и мы пришли на казанский стали перепродавать а там мороженое не не шло все растаяло и мы ушли в убытке так закончился первый предпринимательский опыт значит торговля мороженое потом было много других видов предпринимательской деятельности свитера из ангорской шерсти которые на поверху оказались синтетикой но не мог я различить значит синтетикой ангорской шерсти короче был страшный кидок и было очень много попыток я думаю каждый предприниматель знает это состояние алчности зацепляешься за какую-то нишу и все и пошел 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 пока все не переделаешь не остановишься вот такое состояние прилив силы тогда и мне казалось что это будет всегда а потом все сломалось бизнес прет денег море вообще успех там состояние вот так и часть внутреннее выгорание полное одиночество это был достаточно длительный период с 33 лет до 40 принципе я уже был готов какой-то момент сказать вот руки опустите ничего не получилось это очень страшно суицидальные намерения они у меня тоже были сейчас я могу об этом спокойно говорить раньше не очень получалось когда у тебя очень много возможностей влияния ты такой индустриальный гигант компания техниколь уже топ лидер рынка конкурентов уже нет мы их всех заканчиваем да что мы начинаем делать мы начинаем пушить друг другу так бизнес партнерство начинает трещать по шва мы начинаем резко предъявлять друг другу претензии да ну семье та же самая история что вот эта резкость вот это вот неожиданно как-то получается что мы оказываемся в зоне тотального несчастья единственная цель мечта которая у меня была зарабатывать 2012 году больше 100 тысяч рублей и чтоб мне никто не выносил мозг меня не контролируем мы вдвоем с моим партнером работаем обычными торговым представителем первые там 7 8 лет никакой стратегии не было мы просто делали все то есть работали реально 7 утра до 11 вечера 6 дней в неделю один день выходной был кризис депрессии предприниматель утром просыпается я стану миллиардером к вечеру я умру бомжом и вот так вот вся жизнь я стану миллиардером я умру бомжом совершил все ошибки какие только может совершить предприниматель неправильные партнерства и ошибочные и гипотезы существует очень важный такой момент как предпринимательское одиночество мы создаем много команд вокруг нас много людей вокруг нас много покупателей продавцов контрагентов сотрудников партнеров и так далее но поговорить не с кем о том что тебя по-настоящему беспокоит у тебя начинает напрягаться кем посоветоваться я работал сначала на одного работодателя потом на второго и там и там сработала так называемая энергия отказа когда мой потенциал не ценили я двигался дальше и в какой-то момент опять произошел конфликт с работодателем он сказал антон сушение меня не устраивает игроки и я создал свою компанию и вот так начался мой предпринимательский путь я вот как одинокий странник первые там десять лет шел по пустыне искал эту воду чтобы попить такой был у меня тяжелый путь в износе работа 24 на 7 такой ну классический путь предпринимателя сколько компаний умирают по причине того что предприниматель основатель этих компаний вот доводит себя до такого состояния а я скажу 98 процентов компании потому и банкротится и умирает не потому что индустрия там рынок плохой как говорят климат предпринимательский и ты не понимаешь это назад смотришь и все видно да в том свое дело что не видно когда ты здесь и сейчас в моменте с тобой это происходит а у тебя нет инструментального зрения у тебя нет об кого посмотреть где ты как ты если нет других людей человек буквально разбивается чувство собственного превосходства о гордыню о самопредставлении и вот он в собственном самопредставлении в доказательстве вот этой вот самоубежденности он пропадает он себя просто расплющивает многие люди мне говорили в то время и тебе нужен учитель я говорю я сам кого хочешь научу там где вы учились я преподавал это я помню себя 28-30 это же все это же но просто терминатор просто мощный терминатор в этом состоянии но ребят но какие учителя ты терминатор у тебя получается заводы фабрики пароходы ну ну о чем человек думает что вот если у меня будут деньги у меня будут только положительные эмоции отрицательно уйдут навсегда потом она достигает этого вот этой цели и он чувствует и понимает что не в этом счастье было и феррари и кортье и что угодно и часы и поездки и for seasons и и прыжки из парашю и все 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 деньги власть это не ключевое для чего вот когда у тебя будут эти деньги что ты будешь делать что будет происходить как будет выглядеть твоя жизнь из всего потенциала который рождается реализованы мы видим максимум 10-20 процентов 80 процентов у нас потери потери алкоголь спиваются там кто-то уходит от жены от семьи очень часто предприниматели в первый раз становятся предприниматель вынуждены где-то я учился потом устроился на работу и потом ушел из этого бизнеса открыл свое дело в этой же сфере и очень часто бывает так что человек особенно в возрасте вот самый частый возраст это там от 35 до 45 наверное когда предприниматель едет на хорошей машине на дорогой в большой офис у него 150 человек сидит там у него оборот несколько миллиардов рублей и он только думает то что я сейчас делаю этому осознанный выбор я вот сегодня принял решение туда ехать или нет или это решение принял человек пять лет назад и сколько меня осталось в том решении я ходил по краю пропасти в своем партнерстве уже готов был к любым развитием событий лишь бы вот эти гири по 30 килограмм которые у каждой ноги отстегнуть я побывал там где многие побывав оттуда неужели возвращаются когда я оттуда вышел вот из этого состояния я стал искать людей которые тоже там были чтобы мы вместе создали поле причин логическое чтобы больше никогда не оказываться в таком дне таком днище вот так появился экиум мы с оскаром но когда начинали делали экиум для себя я написал ему соцсеть мы встретились этот же день говорили да до утра в ресторане кончился чай мы рассказали друг другу наши истории ну все всю жизнь в подробностях и мы отмечали что мы нужны друг другу как как люди в окружении друг друга приобретающие способность как будто смотреть на себя со стороны мы провозгласили комьюнити фест сообщество фест то есть все через сообщество и оскар стал первым президентом рыбаков фонда а практически одной из первых инициатив рыбаков фонда стал нынешний экиум я один из примеров я вот сидящий пример человека который смог реализовать свой потенциал и до сих пор и лизу его благодаря организациям как и крым я решил свою жизнь посвятить раскрытию потенциала людей с очень высоким талантом сверходаренные сверх талантливые люди с высоким невероятным потенциалом рождаются равномерно по всему миру нету каких-то мест где они рождаются эксклюзивно не то что они рождаются все в цюрихе они рождаются маленькой деревне в казахстане в монголии неважно где не всегда в этом месте где они родились есть те ресурсы то окружение то среда в которой они могут максимально реализовать свой потенциал это касается кстати не только бизнеса это касается например науки искусства любого вида спорта предположим баскетбол где-то родился человек который невероятно расположен к баскетболу высокие длинные руки невероятная координация но у него в городе или в деревне даже баскетбольного мест нету вообще ничего и соответственно этот человек не может реализовать свой потенциал поэтому есть скауты которые находят таких людей и приводят их в какой-то центр где есть все ресурсы чтобы они могли раскрыть свой потенциал предпринимательство так не делала раньше очень важно для развития предпринимательства находить самых талантливых одаренных высокопотенциальных предпринимателей везде и создавать среду в которой они могут реализовать свой потенциал эквим создан для этого об своих людей об людей которым ты доверяешь посмотреть на себя изучить себя в разум он уцепился за эту идею что мне нужен учитель первое что я сделал я нашел того человека который мне все эти семь лет говорили что тебе нужен учитель могут например вот этот первое что я сделал я нашел его и убедил ну говорил договорился чтобы он стал неучительно это рубен варданян семья рубена варданяна стала учителем нашей семьи из кати потом появился оскар и оскар стал моим учителем вот что предвещало рождение кем на самом деле все в жизни стало меняться когда я в две тысячи семнадцатом вступил в эквим я предприниматель из таврополя у которого довольно большой бизнес я приезжаю в москву прохожу отбор мне кажется что мы такой масштабный бизнес какие мы молодцы я знакомлюсь другим предпринимателем понимаю насколько мы маленькая песчинка в огромном мире бизнеса и вот это то чего не хватало знаний опыта и где черпать информацию благодаря эквиму и опыту других предпринимателей самом деле резкий рост пошел резкое сознание я стал читать книги при том что я был такой типа все из головы никакие книги читать не надо это чужие мысли они никому не нужны вот поэтому для меня резкий рывок это эквим поэтому я в эквим уже больше шести лет уже седьмой и конечно не с кем было пообщаться в плане развития бизнеса я ходил на тренинги я ходил на всякие там курсы и тратить на тот момент 20 тысяч рублей чтобы сидеть слушать как гастроли там какого-то певца одно и то же одно и то же при том зачастую эти спикеры люди которые сами не построили бизнеса фактически тебе пересказывают книжку которую они когда-то написали поэтому опыт всегда полезнее я попал в окружении людей таких же как я которые хотят развиваться которые неравнодушны к тому что происходит вокруг нас которые хотят помогать которые поддерживают друг друга которые готовы отдавать сначала а потом уже что-то брать взамен в этой среде мы так сказать стержень превратился в ствол такой мощный внутренний просто общаясь с с успешными людьми и счастливыми я стал таким же таким был гипотезой потому что сообщества предпринимательские только стали формироваться и никто не понимала нужны ли эти сообщества как они будут выглядеть а какие ценности а какой продукт почему предприниматель должны приходить а почему они после года двух-трех должны продлеваться и еще платить за это деньги если говорить про 5-7 лет назад ты общаешься с предпринимателями и они спрошу сообщества то зачем они нужны там есть много разных но я не пойму зачем они нужны то сейчас прошло время и если здесь и сейчас ты задаешь вопрос предпринимателю ты ни в каком сообществе не состоишь то есть это уже ты чувствуешь какую-то неполноценность предприниматели то есть любой предприниматель должен состоять в каком-то из сообществ когда я пришел к игорю владимировичу он сказал просто сиди и наблюдали я сидел год наблюдал я просто наблюдал как они живут что они делают как устроен их бизнес я смотрел и начинал это моделировать применять в свою жизнь и и через год вот это волшебство случилось я понял как это работает сейчас это сложно опять таки объяснить потому что я тоже являюсь наставником начинающих предпринимателей а как как говорит как это работает что делать где успех куда идти вот приди в окружении сиди здесь находись инвестируй свое время в окружении то есть инвестиция в людей она самая мне кажется долгосрочная а боки в него слышал двадцатом году когда пришел на курсы игоря рыбакова предпрямить себя начал за кемом приглядывать посмотреть что что это за сообщество сообщество создается не для того чтобы зарабатывать прибыль а кем создан по некоммерческой модели неправильно работающее сообщество это когда сообщество создано для достижения каких-то определенных финансовых целей а такие сообщества существуют сообщества в котором все друг другом знакомятся и каждый может предложить друг другу свои услуги классное сообщество мы все хотим свои услуги кому-то продать да или предложить или узнать что происходит кто-нибудь бывал в таком сообществе или в таких там чатах, или клубах, или даже в оффлайне. Ничего не происходит. У тебя никто не покупает. Потому что все пришли только продать. Там нет ни одного человека, который пришел купить. Но может быть мы думаем, что да, слушайте, вот если будет хорошее предложение, конечно, тут столько сейчас всяких разных интересных людей, и мы в одном сообществе друг другу будем доверять. Поэтому, когда мне нужно будет сделать сайт, я, конечно, обращусь к человеку из этого сообщества. Но по факту так не возникает, нет таких вещей, потому что мы друг друга не знаем. У нас нет поводов тесно общаться. Там не возникает никакой среды. Это не сообщество. Это ярмарка. Ты пришел один раз, а завтра неизвестно, пойдешь или нет. Когда понятно, что это среда доверия, и это среда, где каждый как бы отдает, а не получает, то создается особая культура. Среда безопасной уязвимости и возможность быть с другим человеком на своей глубине и говорить о том, что действительно важно, это уникальный дар. Как правило, предприниматели приходят с базовыми запросами, с такого прикладного поля. Как мне сделать иксы, как мне решить вопрос в маркетинге. Постепенно формируется вот та самая среда доверия в тех же инструментах, которые везде. Форум-группа. Вот там люди раскрываются. Начинается это с бизнес-запросов, потом, как правило, вопросы какого-то личного характера, может быть, семьи, сколько денег выделяешь жене, какие-нибудь такие вещи. Мне кажется, что это даже не совсем про то, что снять маску и поплакать кому-то в жилетку. Это про какие-то такие вещи, которые ложатся в основу, может быть, устойчивости или в основу фундаментального чего-то в человеке, которое формирует стержень. Вокруг люди, которые не будут равнодушны в той или иной ситуации. Я вижу, какие ситуации происходят, как люди общаются, помогают друг другу, задают вопросы, находят ответы. В Эквиуме есть малая группа людей, 10 человек предпринимателей, 10 практиков, у которых жизнь разветвленная с огромным количеством особенностей. И вот каждые 2 недели предприниматель Эквиум собирается свой форум, малую группу, и все вопросы в семье, в бизнесе и в жизни становятся предметом обсуждения в этой малой группе. Любой человек, об 10 человек получил 10 идей или 10 моделей, а может быть, даже больше моделей, и подумав о других людей, у него родились может быть, одна, вторая, третья как бы идея, какой подход попробовать. Я видел, многие люди приходят в Эквиум за бизнес-инструментами, за какими-то практиками, за бизнес-практиками, да, а остаются в Эквиуме, потому что Эквиум — это открывашка для качества проживания жизни. Реально людям, по сути, нужны же ведь не деньги, не какие-то знания, а ощущение себя наполненным, счастливым и т.д. ими поэтому остаются в Эквиуме. Это 8 грани жизни — это внутреннее самочувствие, финансовая автономность, здоровье физическое, отношения в семье, отношения на работе или с бизнес-партнерами, репутация в обществе, внешнее самочувствие, ты один напротив мира или ты часть этого мира, и чувство Бога, и чувство интуиции. Вот эти все 8 грани акта дома у человека резко расправляются. Человек проживает качество, жизнь. Я как основатель, Оскар как основатель, констатируем сейчас, что Эквиум и это бизнес-сообщество превзошло все наши ожидания. Нет места, куда можно прийти и иметь разговоры такие, как происходят в Эквиуме. Это абсолютно другие разговоры. Это разговоры, которые меняют жизнь. Мне постоянно говорят, зачем тебе вообще что-либо делать, просто возьми, получай доходы, живи себе в удовольствие. Да, я могу до конца жизни потреблять и ничего больше не делать. И есть очень много людей, которые меня подталкивают к такому пути. Из-за того, что я создал себе среду, с которыми я с людьми обсуждаю абсолютно другие вещи, мечты, разные идеи. Я каждый день вдохновляюсь. Я разговариваю с людьми, которые мне рассказывают что-то, что повышает мою веру в человечество. Я думаю, что мир становится лучше. Я думаю, что будущее хорошее. Я начинаю верить в добро других людей. У меня сформируется вот такой мир. И таким образом я думаю, я хочу создать фэллоушип-программу, я хочу построить университет. А если ты окружаешься другими людьми, к сожалению, у тебя абсолютно другие вдохновения. Я безумно счастлив. Безумно счастлив от всего, что сейчас происходит. Потому что, когда я начинал в 2012 году, я был просто один. ничего вообще не было. Эквиум – это именно для людей, которые хотят личностный рост. Мы при отборе смотрим, чтобы человек хотел произвести положительное какое-то влияние на мир. Человек просто базово хочет расти, хочет развиваться, хочет над собой работать, бесконечно дальше учиться, становиться лучше, вечно смотреть, как он может создать своими руками благо для этого мира. В другие клубы приходит предприниматель, там практически отбора нет, вот и денежки плати и добро пожаловать в клуб. И на тебя смотрят как на человека, с которого зарабатывают деньги. У них даже лидогенерация на это настроена, что увеличь доходы от своего бизнеса в два раза. Найди партнеров, инвесторов, предпринимателей. То есть они уже не знают, как заманить к себе в сообщество предпринимателей. Мы говорим, что если вы приходите в сообщество предпринимателей Эквиум, мы понимаем, что вы уже успешный предприниматель, для вас важная самая цель находиться в кругу успешных предпринимателей. То есть вы вступаете в сообщество для того, чтобы отбить свой взнос, заработать на ком-то денег, продать кому-то. Мы смотрим на предпринимателя в первую очередь, полезен ли предприниматель сообществу, нужно ли ему это сообщество, а готов ли он делиться опытом, а интересно ли мне будет сидеть с ним за одним столом, Одинаковы ли у нас ценности? Рост бизнеса супер связан с ростом основателя. Если я расту в бизнесе, я расту в семье. Я должен расти в здоровье, я должен расти в интеллекте, в духовном развитии. У меня идет расширение. В целом оборот, прибыль и финансовое благополучие, мне кажется, это мерило эффективности. Это обмен некий с реальностью. И если ты занимаешься своим делом, и твой бизнес является источником создания ценности для общества, чем больше ты создаешь ценности, тем больше ты получаешь денег. На начальном этапе работают одни стратегии, потом они перестают работать. Необходим другой сет. Прям наблюдаю, подмечаю, как предприниматели раз за разом применяют неподходящие стратегии на разных этапах. Точнее так, уже не актуальные я их называю. Они не плохие, не хорошие, но они не актуальны периоду времени или жизненному циклу предпринимателя или его компании. Но разум предпринимателя, он записал, что вот раньше у него это работало, и он повторяет. Я это вижу. И вот в этот момент, в принципе, если создать поле причин, чтобы и предприниматель это подметил, то он моментально меняет это все, вот значение клуба. Эквиум в этом смысле — это навигационное пространство, где тебе никто советы не дает, но ты об других сам видишь. Это очень важно. И сразу скажу, кто не владеет инструментами превосходства, даже если он владеет инструментами бизнеса, то его предел — это некая шаурма, некое подразделение, ну, может быть, сетевая шаурма, но не больше. Только инструменты превосходства выводят человека в мир большого бизнеса, в мир большого благосостояния, в мир больших денег, в мир большой власти. А я бы хотел, чтобы больше людей вошли в мир больших денег и большой власти. Тогда меня будут окружать люди вот такие. Первая ключевая стратегия превосходства — это стать учителем. Все, что я знаю, все, что у меня получается, я немедленно передаю людям, которые рядом со мной. Стратегия превосходства базируется на том, что ты повышаешь потенциал, ты влияешь и становишься полем причины, чтобы потенциал людей, которые рядом с тобой, он проявлялся наилучшим образом. Таким образом ты больше защищен, больше вооружен, и возникает первый шаг к коллективной субъектности. Обучение резидентов Эквиума делаю я непосредственно сам, делает Оскар Хартман. Мы собираем всех резидентов Эквиума и непосредственно прямым образом передаем их свои навыки и практики. Вот как было два дня назад на форуме в Санкт-Петербурге. Мы целый день с 10 утра до 10 вечера, 12 часов, проводили тренинг с Оскаром Хартманом для 100 лидеров Эквиума, непосредственно, впрямую погружая их в практики, которые мы используем для жизни, для бизнеса, не только в бизнесе, а и в жизни тоже, и в общественной жизни, и как филантропы, и как предприниматели. Я как заново родился и начал себя выстраивать заново. У меня произошла вот эта пересборка, и я начал развиваться во всех сферах жизни. Я вот всемогущий такой на самом деле. То есть у меня нет каких-то ограничений. Я понимаю, как мне двигаться, куда мне двигаться. Я наполнился внутри, у меня через край переливается уже мое внутреннее состояние. Поэтому я внутри экосистемы Игоря Владимировича тоже разливаюсь, разливаю, отдаю. Являюсь там наставником, проводником тех знаний, которые я получил у Игоря Владимировича, у Оскара. Я от этого кайфую. Если каждый предприниматель, каждый человек будет немножко менять и влиять в хорошем смысле этого слова то, что с ним происходит рядом, то через несколько десятков лет мы сильно поменяемся. Рано или поздно успешный предприниматель приходит к тому, что нужно создавать социальный проект. Это тоже один из запросов, которых у меня не было. То есть я об этом даже не думал, но благодаря основателям нашим и в том числе другим резидентам я понял, что социальные проекты – это круто. Я от них получаю удовольствие и я понимаю, что я что-то могу менять вокруг. Если предприниматель не оставляет наследие после себя, какое-то, любое, то он калечит жизнь своих близких. Потому что если в чем-то он не оставляет после себя наследие, он после себя оставляет проблемы. Все большие люди с точки зрения капиталов и их вот такого статуса, они мыслят не бизнесами, не «что ты делаешь?». Они все рассуждают в категории наследия и ценности для мира. Нам не все равно, в каком мире будут жить наши дети. И мы верим, что самый эффективный способ менять мир вокруг себя – это быть примером. И мы ищем тех, кто может быть примером для наших детей. И поэтому отбор не зыблем. И поэтому мы никогда не поступали с качеством ради количества. И у нас всего 900 предпринимателей, 40 тысяч заявок. Если бы мы брали всех тех, кто готов заплатить деньги, нас было бы точно очень много. Честно, это лукавство говорить, что все, кого мы отобрали в Эквим, это прям сразу ролевые модели. Сообщество, оно неоднородное. Есть там сильные предприниматели, такие как Игорь Оскар, да. Есть Юрий Усков, который построил университет, строит школу, у него большая IT-компания. А есть ребята, которые занимаются фервисными компаниями, или услуги, или трейдинговые. И каждый из них – это отдельный мир. У каждого из них прям свой глубинный запрос, который очень многогранен. Наверное, большинство из них объединяет то, что у них есть запрос на сообщество. Когда они находятся в одной среде, они начинают как бы друг на друга смотреть. И понимают, что у нас вот так принято. И он в какой-то момент такой думает, блин, а как мне сейчас поступить? А куда мне потратить деньги, которые я получил? А может быть, я школу потрачу? И когда Игорь Владимирович ходит и говорит, что я буду отбирать только тех, кто школу откроет, то он такой, блин, мне же здесь нравится. И он задумывается об этом. Игорь же, он такой, он как пробивной просто локомотив. Он идет в новую реальность. Он про эти школы начинал говорить еще с самого начала создания Эквим. И огромное количество людей сейчас в Эквим открыли свои школы, поддерживают свои университеты, ходят в свои школы, делают благодарных выпускников и очень сильно связаны с образованием. Каждый десятый резидент Эквима, он построит свою школу, детский садик, и это будет другая школа, другой детский садик. Школа и детский садик развивающего образования. Он будет воспитывать не людей, послушных к выполнению норм и правил, норм социальной обыденности, которые рождают таких людей послушных, но не владеющих произвольным поведением. Будущее России или будущее других стран лежит в руках национально-ориентированной элиты. Эквим — это одно из сообществ, к которому я имею прямое отношение как сооснователь, которое взращивает или проявляет ту самую национально-ориентированную элиту. А что такое элита? Это люди, которые создают логическое поле причин, то есть поле, в котором случаются конкретные вещи, которые можно потрогать руками, школы, сады, предприятия. Вот влияние Эквима, вот оно, импакт, который происходит вследствие того, что резиденты Эквим проявляются невероятным образом. Если бы эти люди были бы одни без Эквима, это бы не случилось. Они бы моделировали что? Обыденность, моду, купили бы какую-то лодку, ездили бы на охоту, рыбалку, вот занимались бы этим, в баню ходили бы и так далее. Они бы не стали влиятельными с точки зрения создания школ, университетов. Нет. Они бы повторяли те паттерны обыденности. Билл Гейтс, Стив Джобс, Игорь Владимирович Рыбаков, Оскар Хартман. Все предприниматели приходят к социальным проектам. Многие думают, что для того, чтобы заниматься благотворительностью, нужно иметь миллиард долларов. На самом деле, заниматься благотворительностью, это просто вы оглянитесь вокруг, посмотрите, где вы можете принести какую-то пользу. Будущее нашей страны, это наши дети. Мы приняли решение, что для нас было бы интересно помогать многодетным семьям. Зарегистрировали фонд. Сейчас около 300 детей, которым мы помогаем на ежемесячной основе. Я смотрю на наших основателей и других предпринимателей, и, конечно, бы хотелось быть частную школу. Есть проект, который делает Рыбаков фонд «Благодарные выпускники». Выпускники школ скидываются по чуть-чуть денежек, эндаумент фонд. И этот фонд может тратить деньги на разные проекты, на благо школ. Я очень рад, что благодаря успешному окружению Эквиум и таких сильных предпринимателей, я это понял намного раньше, и они мне дали возможности, инструменты заниматься социальными проектами не 50-60 лет, когда мне будет, а намного раньше. Это то, что по-настоящему дает мне энергию. Чем раньше ты начинаешь думать о наследии, которые ты оставишь, тем быстрее ты начинаешь искренний разговор с самим собой о реализации именно твоей суперсилы. Заработаешь ты деньги, чем-то занимаешься, и ты такой, блин, а ради чего я вообще здесь? Ради денег? Ну нет. И ты начинаешь этот круг заново. А когда тебе 50 в момент, что ты понял, у тебя уже энергии не столько, и ты можешь как раз самое главное не успеть сделать. А если ты поймешь это раньше, то у тебя больше шансов оставить по-настоящему яркий след. Я хочу обеспечить себя на инструментальном уровне, чтобы я никогда не оказался в том одиночестве, в том изнашивании, в том бесплодном таком вот метании, как птица, оказавшаяся в клетке, которая оказалась в клетке до того, как научилась летать. И вот она там толкается, толкается, ей кажется, что она летит, а она в клетке сидит, но она не знает, что она в клетке. Я не хочу больше быть в этом состоянии. Я хочу летать. Если бы у меня был такой бизнес-клуб, как Эквиум, 30 лет, я уверен, что у меня был бы кризис, но я бы его прошел не с такими потерями. Достаточно сказать следующее. Я посчитал, сколько в финансах моей потери. Миллиард долларов. Ну, это только в финансах. Я не говорю про нервы, разрушенные отношения, которые я потом 10 лет восстанавливал, но невозможно восстановить их на прежнем уровне. Конечно, если бы у меня было такое сообщество, как Эквиум, в 30 лет, 35-40, я бы не разбился так в лепешку. Если бы у меня был учитель, я бы вовремя совершал переходы. Все это тоже среда. Мне кажется, предпринимательство это вообще естественное свойство человека. Любопытство раскрывать новое, создавать новое, пробовать создавать ценность. Предприниматели нужны, чтобы делать что-то из ничего. Мы вообще реализационно выиграли за счет того, что мы умеем корпорироваться, организовываться в какие-то группы, производить какие-то новые вещи за счет новой организации. Поэтому это наше и главное преимущество вообще в мире, почему человек стал номер один из всего на Земле. Вся эволюция основана на предпринимателях, у которых есть неутолимое желание создавать какую-то ценность. И еще одна характеристика предпринимателя – это увеличенный радиус влияния. То есть он думает о создании ценности не только, например, для своей семьи или для своего начальника в компании, а он думает категориями города, страны, планеты, всех клиентов, кому он может дать ценность, решить их проблемы. И настоящий, искренний предприниматель, тот человек, который делает это не ради того, чтобы заработать на Гелендваген, а ради того, чтобы реализовывать свою какую-то миссию на этой планете. Я лично сильно поменялся. Я до этого занимался тусовками, клубами, ночной жизнью. И за 7 лет те, которые я занимаюсь, у меня на 90% поменялось окружение. Я тоже занимаюсь развитием территорий вокруг образования, комьюнити. Создаю среду процветания, среду, в которой человек счастлив. Исследую, какие факторы на это влияют помимо сообщества. Физическая среда, сервисная среда. Объединяю лучших людей в мире, которым можно объединяться и делать совместные уже проекты. И это все произошло именно в этой среде. Потому что я, в общем, может быть, копировал где-то, где-то вдохновлялся тем, как действуют в том числе Игорь и Оскар. Но не только они. У нас целое сообщество таких ребят. Для чего миру нужны предприниматели? Потому что мы меняем жизнь вокруг себя. Я сформировалась два года назад. Моя жизненная миссия, она звучит так. Непрерывное делание окружающих меня и людей счастливыми. У меня счастливые дети, счастливая супруга. Я помогаю родителям. Ну и, конечно, предпринимательская деятельность. Я вижу результаты своих трудов. Я вижу счастье в глазах клиентов, которые довольны и благодарны. Я все для этого делаю и прикладываю. Все, что в мире сделано кем-то, сделано предпринимателями. Вот мы что-то носим, на чем-то сидим, на чем-то ездим, что-то едим. Все создано предпринимателями. Роль предпринимателя невозможно даже оценить. Она гигантская. Предприниматели ускоряют технический прогресс. Предприниматели приближают будущее. Предприниматель, на мой взгляд, возможно, я ошибаюсь, это такие люди, которым сложно кому-то подчиняться. То есть, что это значит? Ну, если я понимаю, как сделать лучше, почему я должен кого-то спрашивать, я могу посоветоваться, но итоговое слово за мной. То есть, я готов принимать решения и готов нести ответственность за эти решения. И предпринимательство это то, что дало мне свободу в принятии решений, свободу в тех действиях, которые я хочу делать. Большинство предпринимателей в России проживают жизнь начальному уровню. Называем так, первая стадия предпринимателя. Зацепился за какое-то дело, делаю вот это дело. По-первых, это интересно, потом это уже поднадоедает, не так питает, а потом это уже и вообще достает. Выгорание, метание, алкоголь, наркотики, бум. Вот эволюция предпринимателя. Я предлагаю всем предпринимателям России и вообще мира рассмотреть следующую историю. Шагнуть в мир предпринимательства, обрести среду расширяющего воздействия и вовремя перейти на следующий уровень. Я полностью согласен слово в слово со своим учителем, Игорь Владимирович Рыбаковым. А он говорит следующее, что смысл жизни быть собой. Вот представьте, если бы все люди в мире прожили бы жизнь полностью являясь самими собой. Без каких-то масок, без стереотипов, без выдуманных действий каких-то никому не нужных, без обязательств, которых навязали, без правил дурацких, которые надо соблюдать, чтобы кому-то чему-то соответствовать. Без этого всего. Что тогда происходит? Каждый человек индивидуальность, у него возникает масса созданных им самим лично ценностей. Каждый человек создан в мире для того, чтобы создавать добрые ценности. А потом еще и делятся друг с другом тем, как это создается. Делятся своим опытом через сообщество, кстати. наш мир был бы совершенно другим, вообще другим. Мы даже не знаем, каким. Я даже боюсь представить, каким офигенным. Жизнь, она одна. Мы не знаем, когда она закончится. Смысл жизни быть счастливым, кайфовать от каждого прожитого дня, менять в лучшую сторону то, что вокруг меня находится. Я сейчас себя чувствую сильно лучше, чем в 33 года. Вот так же хорошо я себя чувствовал в 28 лет. 28! Терминатор! Все получается, все, всех мир перетрахаем, все, вообще все, захватим. Отлично себя чувствую. Никаких сомнений. Полнота! Яркость! Любовь, морковь! Все! И вот сейчас я себя так же чувствую, но, наверное, сильно лучше, потому что сейчас это не однонаправленность, а какая-то вот насыщенность такая, поливероятность. Мне просто охрененно нравится быть причиной, когда у других людей раскрываются дары. Со мной происходит вот этот прилив сил. Я чувствую себя божественно, волшебно, когда у других людей получается что-то, что раньше, например, не получалось. Вот просто мне охренительно. Все это дает среда Эквиум. Поэтому для предпринимателей это реальная выгода и бесценная выгода стать резидентом сообщества Эквиум. Точка. Я никогда не жалел ног Магнитогорск 72-й год Все профессии освоил с детства стройотряд было страшно, честно. Коллайдер, физтех, сумасшествие 90-е мы не сидели на месте все, что видели, брали и делали вместе четкие, чистые, смелые, честные. Фирма, завод, неожиданный подкат, вложение три года, убыток, факап, жажда не давала ни есть, ни спать. Ты у руля на все вокруг научись влиять Ломись туда, куда тебе страшнее всего Бери и делай то, что до тебя никто не смог Иди вперед, иди смелей за мечтой И сотни вариантов по-любому один будет твой Ты выбираешь как влиять Ты такой же как мы научись летать Если жажда в тебе живет Ощити на себе весь этот полет Субтитры создавал DimaTorzok